Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 16 февраля и давайте посмотрим, с чем у нас закрывается текущая торговая неделя. По паре евро-доллар тенденция сохраняется восходящая. Мы подошли к области сопротивления на отметке 1.2510, сегодня с утра мы ее преодолели и у нас открываются цели по восходящему движению. Далее на отметку 1.2567 и после этого уже на 1.27. Ближайший разворотный уровень пока отмечаем на минимуме вчерашнего дня, отметка 1.2447. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое восходящее движение. Цели роста сохраняются прежние. Это обновление максимальных значений, которые мы видели в начале февраля в области 1.4280, ну и далее уже движение на 43.70. А ближайший разворотный уровень находится на минимуме вчерашнего дня, отметка 1.3992. Пара американский доллар и канадский доллар перешла в фазу снижения. И цели по данному нисходящему тренду в рамках часового таймфрейма находятся на отметке 1.2256. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме вчерашнего дня, отметка 1.2536. Пара американский доллар и японская иена также продолжают свое нисходящее движение. Следующие зоны для снижения это область 1.0482, а ближайший разворотный уровень максимум вчерашней торговой сессии, отметка 1.0699. По австралийцу тенденция восходящая также сохраняется. Цели роста у нас находятся в среднесрочной перспективе. Это область 81.30, ну и локальные уровни находятся в области 80.40 и 81 ровно. Ближайший разворотный уровень располагается на минимуме вчерашнего дня. Это отметка 78.93. Если пара сможет уйти ниже данного уровня, то в этом случае мы вновь увидим переход в фазу снижения. По паре еврофунт вчера во второй половине торговой сессии мы увидели закрепление ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 14 февраля, что у нас переводит в фазу снижения, ну и область сопротивления максимальных значений начала февраля также здесь пока остается довольно-таки сильной. Поэтому по еврофунту мы переходим в фазу снижения. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока цена не уйдет выше максимальных значений вчерашнего дня, отметка 89.00. Цели по снижению это обновление минимальных значений, которые были вчера на отметке 88.57 и далее снижение уже на 87 соответственно. По золоту тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста это движение в область 1380 долларов за тройскую унцию. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме вчерашней торговой сессии, отметка 1348.00. Нефть марки Brent также перешла в фазу роста. Следующие цели по восходящему движению это обновление максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 65.36, ну или далее уже двинуться на 68.00 и соответственно цель среднесрочная это уход выше отметки 73.00. Ближайший разворотный уровень по данному активу находится на минимуме вчерашнего дня, отметка 63.32. По индексу DAX также тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это уйти выше максимумов, которые были зафиксированы вчера на отметке 12481.00. Далее движение на 12670.00, ну и соответственно среднесрочная цель у нас находится в области 14.000.00. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме вчерашнего дня, отметка 12273.00. По биткоину также тенденция восстановительная сохраняется. Сегодня с утра уже доходили до отметки в 10.200 долларов за один биткоин. Следующая цель роста находится в области 12.700.00. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме вчерашнего дня, отметка 9206.00. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Если вам нравится это видео, оно для вас полезно, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok